Это дом Гуар. Она сваха с лицензией. Я пообещал бабушке Соне, что я попытаюсь найти для нее армянского жениха. Ты не очень рада этому, верно? Я не рада этому. Я не в восторге, я не в предвкушении, мне вообще пофиг. Ладно, все, успокойся. Эта поездка состоит не только из своих хотелок. Что насчет этого парня? Ну, у этого парня точно есть работа. Он точно снимался в клане Сопрано. Еще он, скорее всего, работает на складе. Смотри, сколько у него мяса. Ему 25 лет. О, это не проблема, она любит молоденьких. Мне нравится, что он явно ходил в Гарвард. О, эти шортики проблема. Что случилось с его джинсами? Похоже, что у него в карманах были отбеливатели, которые пролились. А что здесь происходит? Я думаю, это аутоэротическая асфиксия. Он душит тебя ради самоудовлетворения. Что? Хорошо, что ты меня не понимаешь. Боже. Что я сказал? Я сказал ужасные вещи. Он душит тебя для наслаждения. Да. Да. О, я знаю, что это за бизнес. Ладно. Знаешь, я тебя вижу с ним. Он говорит, что я ищу красивую девочку с 17 лет до 21 года. Я намного старше его максимального возраста. Это ужасно. Как я всегда говорю, женщины как хорошее вино с годами только хорошеют. Но если ты вино передержишь, оно скиснет. Я не буду переводить это. Так что вино нужно употреблять в нужный срок. Оно улучшаться не будет. Только будет становиться более кислым. Даже если держать в холодильнике. О, он тут со своим любимым голубым брезентом. Выйдешь за меня, выйдешь и за брезент. Он бонусом пойдет. О, посмотри, он фоткается с области паха. Это как будто фотография полового органа, только наоборот. О, посмотри, у него нет рукавов. Тебе нравится, когда он без рукавов? Да, почему нет? Это значит, что он занимается. О, он хвастается своими пушками. Ну да, он типа такой, эй, добро пожаловать на оружейное шоу. А я такая, можно мне пару билетиков, пожалуйста? Зачем пару? Тебе нужен только один билет. Не знаю, вдруг захочу друзей привезти. Ты поведешь своих друзей на его оружейное шоу? Ну, сейчас я думаю о настоящем оружейном шоу, на которое я никогда не пошла бы, кстати. Ладно, шутка уже обломалась. О, это хорошо, это значит, что он любит природу. Или, наверное, он какает. Я не понимаю. Кто вообще фоткается, пока какает в лесу? Он разведен, дети остались с женой. Знаешь, почему они развелись? Потому что он останавливался и какал везде. И она ушла от него. Я уничтожаю сам себя. Это уже просто шутки-самосмейки. Вот почему она ушла от него. Он такой, я люблю тебя, дорогая. Ой, прости, мне надо отойти. И прям там садился и какал. Он даже штаны не снимал. Вы показали нам много фотографий многих мужчин. Большинство из них в тюрьме или имеют деревянные протезы. Но, по-моему, никто не подошел. Так ведь? Мы здесь будем еще два дня. Я думаю, что Сона легко себе найдет кого-нибудь. Она очень красивая. У нее хорошая работа в Америке. Ну да. Хорошая работа. Мой босс немножко дебил. Да, это было не очень. Тебе не обязательно переводить эту часть. Извини. Спасибо, что привез меня сюда. Далее в программе. Я беру уроки танцев. И неудивительно, что в дело вмешивается полиция. Это просто безумие. Нас сопровождают полицейский эскорт. Ты можешь поверить в это? Нет. Эти полицейские машины в буквальном смысле сметают всех с дороги. Мы примерно в 30 километрах от Еревана, где вокруг никого нет. Это пустынная дорога. Но полицейская машина все еще едет с мигалкой и сиреной. Скорее всего, чтобы предупреждать случайно выбегающих на дорогу коз. Мы просто ехали по этому пути, чтобы отснять сегмент. Это удивительно, потому что я не думал, что мы увидим Арарат. Мне никто не сказал, что мы увидим его. Я слышал, что его трудно увидеть. Но так уж получилось, что мы заехали сюда и вот он. Это то место, куда причалил Ноев ковчег. Турецкая граница должна быть прямо там. И гора Арарат прямо за турецкой границей. Когда-то была частью Армении, а сейчас нет. Мы сейчас находимся у храма Гарни. Это примерно час езды от Еревана. И эта красота неописуемая. И нам очень повезло, что с нами Софи, которая является самым известным хореографом в Армении. Не очень утешительно, но спасибо. Всегда есть такие движения в армянском танце. Похоже, что мы в старом мультике Папайо 30-х годов. Я называю это РАЗМАТАЗ. Это старая армянская суматоха. Сейчас на мне традиционный армянский костюм. Не смейся надо мной. Не смейтесь. Не смеяться над Конаном. Вы сказали мне, что очень важно, чтобы я показал, что я настоящий мужик в этом танце. И я должен делать движения вот такие. Нет. Вот так. Вот так. А, вот так. Это проблема всей моей жизни. Я делал вот так, чтобы показать, что я мужик. Я выучил ваши движения. По-моему, я справился отлично. Теперь я хочу научить вас своему танцу. Он называется старый РАЗМАТАЗ. Можешь повторить? Эй, это было отлично. Молодец. Ты можешь? А теперь все вместе. Сигары в руке. А теперь мы все танцуем старый РАЗМАТАЗ. Да, мы как небольшая толпа в Баффало Баре. Вот так мы танцуем старый РАЗМАТАЗ. Это мой дар для Армении. РАЗМАТАЗ.